Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы будем готовить испанскую колбасу чироза. Эта колбаса, отличительная черта, то что она готовится с паприкой, и она имеет характерный красноватый цвет. Итак, колбаса сыровяленная, и мы делаем эксперимент. Опять-таки, мы сегодня используем первый раз стартовые культуры для сыровяленных колбас. В магазине Ем Колбаски мы купили такую штуку, стартовые культуры для сыровяленных колбас, Бесо Старт называется. Попробуем, как они работают, и, естественно, по результату оценим. И, помимо этого, для работы стартовых культур, ну, естественно, для них нужна сладкая среда. Мы купили, опять же, в интернет-магазине Ем Колбаски смесь сахаров для сыровяленных изделий Кристалют. Вот такая вот штука. Вот с этими двумя новыми ингредиентами мы сегодня будем экспериментировать. На самом деле, испанская колбаса чироза делается в нескольких вариантах. Ну, в частности, можно делать пресное мясо и сало. Мы же взяли очень сильно жирную свинину и подготовили специи и ингредиенты. Сейчас на этом я остановлюсь отдельно. Более подробно расскажу о ингредиентах, которые мы используем. Ну, естественно, 1 килограмм очень жирной свинины нам понадобится. Также мы будем использовать для набивки говяжью череву, говяжью кишку диаметром 45-50 миллиметров. Дальше нам понадобится 25 грамм нитритной соли, 10 миллилитров белого вина, 2 зубчика чеснока, 30 грамм сладкой паприки. Причем паприка – это венгерская паприка, копченая паприка. Вот так она называется. По рецепту, конечно, должна быть какая-то испанская копченая паприка. Но испанской у нас не оказалась, поэтому мы решили заменить ее венгерской копченой паприкой. 1 грамм каенского жгучего перца чили, 2 грамма черного перца, 0,6 грамма стартовой культуры для сыровяленых колбас Беса Старт от интернет-магазина Ем Колбаски. И 5 грамм смеси сахаров Кристалют тоже от интернет-магазина Ем Колбаски. Вот такой вот набор ингредиентов нам понадобится для приготовления колбасы. Вообще, в принципе, испанская колбаса Чироза делается мясо, измельчается методом рубления. То есть ее рубят топориками. Но не стали мы заморачиваться с топориками. Мясо немножко охладили, чтобы мясорубка его не мяла. Взяли самую крупную насадку. И, естественно, первое, что нам надо сделать – это подготовить фарш. Мясо, как я уже говорил, мы немножко охладили для того, чтобы мясорубка его попыталась порезать именно большими кусочками. Сейчас посмотрим, что получится. Поехали, Лариса. Не очень большие кусочки, конечно, получаются у нас, но я думаю, что пойдет. Перемалываем все мясо на мясорубку. Фарш перекручен. Теперь нам надо регидрировать стартовую культуру. Для этого в отмеренное количество добавляем буквально чайную ложечку водички. Потому что в колбасе нам много воды не надо лишней. Оставляем так где-то хотя бы на минутку, чтобы сама культура, как дрожжи регидрируется, так и сухая стартовая культура должна регидрироваться. В это время вносим мясо сахар-кристалют. То есть, так или иначе, сахар в рецепте есть, но мы используем специальную смесь фруктовых сахаров, с которой очень хорошо взаимодействуют вот эти стартовые бактерии. Вносим регидрированные стартовые культуры в фарш. Тщательно его вымешиваем и оставляем примерно на 20 минут, чтобы стартовые культуры начали работать. Тут ключевое слово тщательно перемешиваем, потому что водички у нас немного. И нам надо, чтобы во все мясо везде у нас попала эта стартовая культура. Чтобы она равномерно распределилась по всему фаршу. Итак, друзья, при комнатной температуре мы все тщательно перемешали, накрыли пленочкой или просто салфеточкой, чтобы туда никакая пыль не летела. И оставляем на 20 минут, чтобы стартовая культура начала работать. В это время специи у нас все готовы. Мы подготовим шприц для набирки колбас и оболочку, натуральную говяжью череву, которую, я сказал, мы ее вымоем от соли и замочим, чтобы она была тоже готова к набирке. Мы дали нашим стартовым культурам активироваться. Они простояли 20 минут. И теперь нам надо все наши специи вмешать в фарш. Для вмешивания... Сейчас Лариса пока будет... Высыпай, высыпай. Лариса будет все высыпать. Я объясню, для вмешивания мы будем использовать миксер. Желательно использовать миксер или, если у вас есть тестомесильная машина, это вообще идеально. Потому что, когда вы вымешиваете фарш руками, вы просто его переминаете. А когда вы вымешиваете его миксером, вы разрушаете клеточную структуру. И вот миксером получается вымесить фарш, есть такое понятие, до белых волокон. И вот я понимаю, допустим, это очень важно в приготовлении люля-кебаба. Если фарш не вымесить, к примеру, то люля-кебаб у вас свалится с шампуровок. То же самое и в колбасе. Чтобы получить однородную структуру на выходе, нам надо хорошо вымесить фарш. Добавляем все ингредиенты. Вино, кстати, в данном случае у нас тоже специя. И все это хорошенько вымешиваем. Лариса вмешала в фарш специи. И теперь вот таким вот образом насадочками для перемешивания теста хорошенько его вымешивает. Есть еще вариант мяса отбить. Когда мясо... Ну, фарш отбить, вернее. Когда фарш берется... Ну, грубо говоря, берется, лепится из него такая большая котлета и силой бьется об досточку. И так много-много раз. Эффект получается такой же, как вымесить. Ну, конечно, миксер это тоже превентивная мера. Потому что у нас нет тестомесильной машины. А у кого есть комбайн с тестомесильной машиной, это вообще идеально. То есть закинуть туда фарш на 10 минут, чтобы он его хорошо перемешал, будет просто супер. Ой, какие ароматы распространяются. Ну, вот, кстати, я ожидал, что она получится очень красная. Но такая не очень красная. Может, сладкой паприки еще добавить? Хотя мы делали по рецепту 30 грамм. Но чего-то мне хотелось бы покраснее колбасу иметь. Ну, давай добавим. Я думаю, что еще грамм 10 добавим. Сейчас я подготовлю все, пока Лариса будет вымешивать. Пока Лариса себе вымешивает, я спихаря отмерю еще 20 грамм паприки. Все? Много? Ну, давай тогда 10, посмотрим, как получится. Какое оно будет. Может, он ощущает и аромат, да, чтобы он не перебил все. Ну, да. Я думаю, что 10 будет достаточно. Итак, мы модифицировали рецепт до 40 грамм. В общей сложности копченой ингерской паприки надо гуляш сварить. Считаю, что я понесла паприку, мне так гуляш захотелось. И тщательно перемешиваем фаршик. Так как, друзья, порция у нас маленькая, мы экспериментируем со стартовыми культурами. Мы не будем использовать наш профессиональный 5-литровый шприц. А воспользуемся старым добрым шприцом Бровин. Еще нам тут две колбаски набить, он отлично с этим справится. Вот мы перемешали, и я хочу обратить ваше внимание на сам фарш. Сейчас приблизим. Он получился волокнистый. То есть, это не просто кусочки мяса, обычный фарш. А вот он имеет, как бы мы поразрывали волокна. Вот сейчас очень хорошо Лариса показывает. Это даст нам однородность колбаски. Я бы, конечно, сюда еще вмешал бы резаного сальца, но ладно. Уже решили делать эксперимент так, да будет так. Так, друзья, готовим шприц, говяжью череву, и будем набивать это дело. Закладываем мяско в шприц, ну, фаршик в шприц. Делается это все предельно просто. И сейчас подготовим череву, набьем колбаску, и я расскажу о дальнейшей выдержке. Надеваем череву на шприц. И начинаем наполнять колбаски. Не завязываем? Да, завязываем, абсолютно. Ну, это что-то правило. Мы, кстати, там в магазине ем колбаски, такие оболочки красивые появились с этими, с утяжечками. Все-таки, на мой взгляд, сыровяленые колбасы значительно лучше делать в натуральной оболочке. Вот, сырокопченые, варенокопченые, конечно, да, они, как бы, хорошо получаются и в коллагеновой. Ой, небольшие, вот так вот достаточно. Перевязываем, перекручиваем. Или давай лучше перевяжем все-таки. Перевяжем. Да, она плотная. Лучше перевяжем шпагатиком. Теперь сделаю немножко отступ. Я сделаю вторую перевязку, чтобы они хвостики. Ну, такой побольше отступ. Нам же ее вешать надо. Годное, потом завяжу уже нормально. Для подвески. А говяжья значительно плотнее, чем свиная. И с ней значительно проще иметь дело. Далее еще раз перевяжу. Отлично получается. Очень красивая. Чироза у нас. Какая плотная кишка, слушай. Совсем другое дело. В последнее время делали все из свиной. Это какая-то трагедия. Она больше лопается, чем что-то из нее делается. А это просто красота. Одно удовольствие с говяжьей щиревой иметь дело. Придержи шприц. Шприц. Придержи. Вот я накаркал. Будем перенабивать ее. Давай пока перевязываем. Да, чересчур ты. Чересчур. Ну, ничего страшного с кем не бывает. Одна лопнула. Лопнула, вернее. Давай не так жестко. Тут нам надо двойную перевязку сделать. Накаркал я с говяжьей щиревой. Как всегда. Но ничего. Сейчас, друзья, мы перенабьем ту колбаску, которая у нас лопнула. И я буду рассказывать дальше. Вот, друзья, мы перенабили ту колбаску, которая у нас испортилась. Порвалась кишечкой. И у нас получилось вот такие вот пять колбасок. Вернее, четыре колбаски и маленькая детка колбаска. Что же дальше? Дальше мы должны подвесить эту колбасу при комнатной температуре на двое суток. Чтобы отработали стартовые культуры. И произошла ферментация, естественно. После этого мы ее подвещаем в камеру для вызревания колбас. Если у вас нет такой камеры, то вы ее подвешиваете на верхней полке холодильника. Вялится она должна примерно месяц. Надо смотреть по твердости и по внешнему виду. То есть мы ее будем в нашей камере при температуре 10 градусов и влажности 70% вялить месяц. 30 дней. И после этого, друзья, продегустируем. И, естественно, снимем на эту тему отдельное видео. Покажем, что у нас получится. Ну, собственно говоря, я очень много ожидаю от стартовых культур. На самом деле, что получится, мы увидим через месяц. А это, друзья, рецепт испанской колбасы с паприкой чериза. Мы будем заканчивать. И, собственно говоря, надеюсь, что это видео было для вас полезным, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго. Ждите дегустации. Пока. Продолжение следует.